Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте ePN.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всекитайский. Сегодня у нас китайские новости. Ну что, поехали! Каждую неделю компания Nubia намекала, что у них скоро будет безрамочный смартфон. Но вот сегодня уже конкретный тизер. То есть, друзья, 12 октября нам покажут безрамочный смартфон, который, друзья, будет называться, скорее всего, Z17S. Потому что, ну, намек конкретный, вы поняли, друзья, большая буква S. То есть, Z17S. Также нам показывают, что у нас будет супер офигенное соотношение цены и характеристики. Главное, что данный смартфон сможет дать бой всем безрамочным смартфонам. И не только, даже всем флагманским смартфонам. В любом случае, ждать осталось недолго. Через неделю мы посмотрим на это безрамочное чудо. В сети появился рендер нового смартфона от компании Nokia. Nokia 9 в синем цвете. Да, неплохо, но лично меня внешний вид вообще никак не впечатлил. Это такая, знаете, смесь Samsung и Huawei и все. Также известные характеристики. Это 5,3-дюймовый дисплей 2K Snapdragon 845. 4 ГБ оперативности, 4 встроенные. Ну, неплохо. Понятное дело, оптика у нас немецкая. Carl Zeitz. Да, все прикольно. Но, друзья, это смартфон, ну, 2016-го, начало 2017-го года. И все! 2017-й год это безрамочные смартфоны. А компания Nokia хочет выпустить Nokia 9 в 2018 году обычным. Не безрамочным. Он вообще никак не выделяется из толпы остальных смартфонов. То есть, это вообще неинтересно. Вы, друзья, знаете мое мнение о компании Nokia. Nokia это просто, знаете, китайский третий эшелон, у которого есть доступ к процессорам Snapdragon и к нормальной оптике, немецкой оптике. И все! Во всем остальном это китаец, обычный китаец, HMD Global. Да, характеристики неплохие, но вот стоимость, стоимость большая. То есть, она небольшая, она такая же, как и у всех. Но кто будет покупать Nokia, если есть там Samsung и Apple? Ну, согласитесь, да, друзья, процентов 80 купит Nokia. Нет, они купят Samsung или Apple. В любом случае, это лично мое мнение, свои пишите в комментариях. 11 октября компания Huawei представит новый смартфон Honor 7X. Да, долго ходили слухи о данном смартфоне, но уже известны все характеристики. Итак, он будет безрамочным. Дисплей 5,93 дюйма, скорее всего, Full HD+, 3 или 4 гигабайт оперативной памяти, 64 встроенный Kirin 659, ну да, не очень, если честно. Батарея скромная, 3240 мАч+, быстрая зарядка, но в понимании китайцев быстрая зарядка это всего лишь 5 вольт 2 ампера. Нет, это обычная зарядка уже давно. Ладно, камера основная на 12 мегапикселей, плюс 2 мегапикселя, дополнительная. И фронталочка на целых 8 мегапикселей. Но вот стоимость немножко меня окорчила. Итак, младшая версия 3.64 обойдется в 300 баксов. И топовая 4.64 в 315. Как по мне, дороговато, но это же Huawei, ну понятное дело. Эй, бренд, все дела, хорошая, большая стоимость, но характеристики так себе. Но, может быть, это будет хороший безрамочный, ну, относительно дешевый камерафон, конечно, пока что неизвестно. Но посмотрим. Какой-то китаец в самолете взял и сфоткал свой ноутбук, на котором был открыт сайт, понятное дело, у которого есть доступ к данному сайту, где написана стоимость данного смартфона. Ну, не знаю, друзья, осталось ждать недолго, а там посмотрим, реально будет 300 долларов, или, может быть, нормальные, адекватные 200-220. Ну, вот и все новости на сегодня, друзья. Друзья, надеюсь, данное видео вам понравилось, и вы мне, как всегда, поддержите лайками и комментариями. Напоминаю, если вы хотите самыми первыми получать новости от Димона, то нажмите на колокольчик и поставьте галочку. И вуаля, все, вы будете получать новости самыми первыми. Также, напоминаю, пользуйтесь кэшбэк сервисом EPN. Начинайте уже экономить на своих покупках. Мелочь, но, блин, приятно. Ну, ладно, друзья, с вами был Димон, канал ВсехГитая. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok